в сша состоялась презентация флагманского кроссовера mazda cx90 целевым для новинки является североамериканский рынок там она в продажу поступит ближайшей весной с двумя гибридными силовыми установками на выбор но это далеко не все изменения которые получил кроссовер в этом видео я расскажу вам все известные детали и подробности о новом флагмане от мазды с которым компания хочет зайти в премиум сегмент долгой тизерной компании mazda cx90 подошла к концу и японская марка представила новый флагман для америке пример оказалось довольно сжатый технические детали и цифр очень мало а качество и количество фирменных изображений и видео оставлять желать лучшего компания даже не опубликовала размеры автомобиля но его длина явно превышает 5 метров и он заметно крупнее известного нам cx9 это уже вторая модель нового маздовского премиум семейства прошлой весной компания представила базовый кроссовер mazda cx60 для рынков японии европы и австралии в основе конструкции cx90 лежит модифицированная версия платформы skyxiv multisolution scalable архитектур она дебютировала в 2022 году как раз на среднеразмерном cx60 в этом шасси используется классическая компоновка агрегатов то есть продольное расположение двигателя и основной задний привод помимо прочего решение позволило наделиться их 90 классическими пропорциями кузова с длинной носовой частью коротким передним свесом и смещенный назад кабин внешность флагманского кроссовера на первый взгляд повторяет младший cx60 но флагмана другие бамперы более пухлые крылья и расширенный хромированный декор задняя же часть кузова полностью оригинальной растянута колесная база увеличен задний свес и больше площадь бокового остекления для cx90 предложены колеса диаметром до 21 дюйма а окрашенная кантовка колесных арок и дверей является опцией также для американцев доступна более практичная конфигурация с черным пластиком по периметру кузова как и экстерьер интерьер повзаимствован у cx60 передней частью моделей одинаковы также как и дверные карты оформление центрального тоннеля интерфейс и даже прострочка сидений приборы полностью виртуальный медиасистема может иметь дисплей диагональю 10,25 дюйма или 12,3 дюйма управлять им можно с помощью шайбы на центральном тоннеле за доплату предложен проекционный экран камеры кругового обзора аудиосистема боу с 12 динамиками панорамная крыша и многое другое топ-версии использована кожа на под деревянный шпон и необычная прострочка если европейский cx60 бывает только пятиместным то для cx90 доступно три компоновки шестью семью или восьмью местами второй ряд это либо трехместный диван либо раздельные капитанские кресла с массивным боксом подлокотником по центру в базовую комплектацию входит третий ряд и он тоже предложен в двух вариантах для двоих или троих седоков для cx90 заявлены две силовые установки первая имеет рядную бензиновую турбо шестерку из sky active g объемом 3,3 литра она выдает триста сорок пять лошадиных сил и 500 ньютон метров крутящего момента это самый мощный мотор который когда-либо применялся на дорожных автомобилях моста коробка передач восьми ступенчатый автомат у него вместо гидротрансформатора установлено мокрое сцепление и электромотор передвигаться на электротяге нельзя это система типа мягкий гибрид по умолчанию всем cx90 положена система полного привода с муфты работающий с преднатягу вторая версия это полноценный подзаряжаемый гибрид пхев у него двухмоторная силовая установка состоящая из четырехцилиндрового атмосферника объемом два с половиной литра электромотора встроенного восьмиступенчатый автомат и тяговой батареи емкостью семнадцать целых восемь десятых киловатт часа ее можно зарядить от терминала а еще только у такого гибрида есть бытовая розетка на 150 ватт в багажнике пиковая дача системы триста двадцать семь лошадиных сил и 500 ньютон метров крутящего момента без активации двигателя внутреннего сгорания такой кроссовер способен проехать около 48 километров заряжаемому гибриду также полагается постоянный полный привод по шассе cx60 и cx90 унифицированы спереди двухрычажная подвеска сзади многорычажка есть электронная система kpc она позволяет уменьшать крены в поворотах подтормаживая внутреннее заднее колесо также в базовую комплектацию входят системы контроля полосы распознавание дорожных знаков и мониторинга слепых зон ассистент обнаружения пешеходов велосипедистов и адаптивный круиз-контроль выпускать mazda cx90 будут в японии а поставлять ее пока будут только в северную америку старт продаж здесь состоится в середине года друзья не забывайте делиться своим мнением о новинке в комментариях и ставьте палец вверх этому видео а если вы интересуетесь автомобилями то советую заглянуть в мой телеграм-канал где каждый день выходят актуальные автомобильные новости ссылку вы найдете в описании под видео и закрепленном комментарии переходите и подписывайтесь чтобы не пропускать новые видео и быть в курсе последних событий автоиндустрии